На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Только по направлению врачей. Мобильный многопрофильный госпиталь, развернутый в Сухуме, принял первых пациентов. Аудиозапись из доказательств исключена. Продолжается слушание дела об убийстве Анзора Тарба. Итак, только по направлению врачей. Мобильный многопрофильный госпиталь Министерства обороны России, прибывший в Абхазию 19 октября и развернутый в Сухуме, принял первых пациентов. Перед этим наша съемочная группа выяснила, где именно будут находиться больные и как наши граждане попадают на лечение в этот госпиталь. Слово Виоли Барганчия. На машине скорой сразу в красную зону. Первых двух пациентов с подтвержденным COVID-19 привезли в полевой госпиталь примерно к 4 часам дня 20 октября. Больные поступили сюда из инфекционной больницы. И, как рассказал заместитель министра здравоохранения Алхас Канжария, попасть в мобильный госпиталь можно только по направлению врачей или же из самой больницы. Этап поступления идет через согласование и скорую помощь при взаимодействии главврача того учреждения, откуда будет госпитализироваться сюда пациент. Если мы говорим о каких конкретно пациентах, то есть подтвержденные они или не подтвержденные, среди всех это будут, конечно же, и подтвержденные, состояние которых ухудшается, и помимо того, которые еще не подтверждены, но клиническая картина крайне схожая с COVID-19. То есть они подходят под COVID-19 клиническую картину, в связи с этим их будут доставлять сюда, они здесь на базе будут уже обследоваться, им будут проводить ПЦР-диагностику, после чего будут получать дальнейшее лечение здесь на территории, соответственно, госпиталя. В течение дня полевой госпиталь, как отметил замминистра здравоохранения, планирует принять еще трех пациентов. Все они сначала поступают сюда, в приемно-сортировочное отделение. Здесь мы проводим первоначальный его осмотр, то есть проверяем, измеряем артериальное давление, проводится пульсоксиметрия, насыщение крови кислородом у пациентов, для этого есть необходимое оборудование. При необходимости выполняем электрокардиографическое измерение, ну практически это всем пациентам, для того, чтобы в дальнейшем понимать, что с ними дальше, как поступать. После того, как мы приняли, заводится у нас история болезни на пациента, и он распределяется в госпитальное или в инфекционное отделение, в дальнейшем он будет определен. Если больные поступают в тяжелом состоянии, то они, минуя нас, поступают сразу в реанимационное отделение. Здесь же в диагностическом пункте установлен электрокардиограф для исследования состояния сердца. Аппарат УЗИ, а также уже в отдельном помещении, рентгенографический аппарат. В данном помещении выполняется рентген-исследование легких на цифровом рентгеновском аппарате с целью диагностирования ковид-ассоциированного поражения легких и дальнейшего лечения в наших условиях. Исследование проводится на современном цифровом аппарате, позволяет в кратчайшие сроки максимально точно установить диагноз. Сразу же на компьютере видно результат. Помимо этого, здесь оборудовано и лабораторное отделение, где пациенты могут пройти ПЦР-диагностику. Ее результаты, как отметила лаборант, будут известны на следующие сутки. Производим лабораторные исследования на ПЦР, анализы клинические, анализ крови, химический анализ крови и общий анализ мочи. На лечение в стационар пациенты попадают вот в такие палаты. Оборудованы они всем необходимым и рассчитаны на четырех человек. Всего на этой территории для приема больных выделено два отделения. Это госпитальная и инфекционная. По 50 коек в каждом. Но, как отметили врачи, в резерве имеются дополнительные 15 мест. Виола Барганджаса, Сырква Гухава, Абазатовая. Дезинфекцию ряда государственных учреждений республики провели сотрудники МЧС Абхазии во вторник, 20 октября. В частности, обеззараживание было проведено в зданиях районной прокуратуры и службы государственной безопасности в Ткварчале, а также в столичном банке Сухум. МЧС Абхазии напоминает, что для предупреждения распространения COVID-19 гражданам и гостям республики необходимо соблюдать меры личной гигиены, использовать защитные маски, часто мыть руки с мылом или протирать их кожными антисептиками, регулярно проветривать помещения, а также проводить влажные уборки. Астамур Гуния назначен исполняющим обязанности главврача Сухумской инфекционной больницы. Приказ об этом подписала начальник управления здравоохранения администрации города Сухум Ирма Воуба. Астамур Гуния заменил на посту главврача Мадину Будба, которая не может исполнять обязанности по состоянию здоровья. Производитель вакцины от коронавируса «Спутник Ви» компания Airpharm рассчитывает на старт массовых прививок с конца ноября 2020-го. Об этом в ходе форума «Открытые инновации» сообщил генеральный директор Airpharm Василий Игнатьев. По общей оценке, значимое количество и масштабная вакцинация могут быть начаты с конца ноября и в декабре, цитирует ТАСС Игнатьева. Аудиозапись из доказательств исключена. Продолжается слушание дела об убийстве Анзора Тарба. На очередном заседании суд рассмотрел ходатайство адвоката подсудимого Адгура Аутлева Виктории Джинджоли о признании доказательств недопустимыми. Гособвинитель Эльве Хазириши зачитала возражения на ходатайство стороны защиты, назвав доводы несоответствующими действительности и несостоятельными. Во второй части заседания состоялся допрос Эдуарда Овчинникова, заместителя начальника управления собственной безопасности. В своем ходатайстве адвокат Джинджоли приводит 9 пунктов, в том числе протокол осмотра места происшествия, рапорты сотрудников МВД, а также протокол осмотра предметов документов от 5 мая 2020 года и последующее приобщение к уголовному делу вещественного доказательства в виде аудиозаписи в мессенджере WhatsApp. Напомним, исходя из версии следствия и согласно картине, полученной в ходе судебных заседаний, эта аудиозапись была отправлена Атгуром Аутлевым, родственнику потерпевших, депутату парламента Астамору Тарба, а уже им Аиде Тарба. Из допроса в зале судебного заседания депутата Тарба от 24 августа следует, что именно он в мае 2020 года передал сестре Анзора Тарба аудиозапись, которую прислал ему один из подсудимых Атгур Аутлев. Предыстория такова. Депутат Тарба знал, что его однофамилия задержан за употребление наркотических средств, а о смерти родственника узнал только 12 июля. Как рассказал свидетель, после убийства Анзора Тарба, Атгура Аутлева и Виталий Кулов инициировали встречу с депутатом. Напомним показания свидетеля Астамура Тарба. Цитата. На встрече с Аутлевым и Куловым они сказали, что вдвоем допрашивали Анзора Тарба. Не могут сказать, что они его не трогали, но от этого он не умер бы. Они сказали, выписали Шамар, а дальше что было, как допрашивали, мы не можем знать. Рассказал на допросе Астамур Тарба. После Атгура Аутлев, согласно показаниям депутата Тарба, не раз переписывался в WhatsApp с ним и подтверждал в аудиозаписях, что Гарри Аршба и Казбек Кишмахов находились в соседнем кабинете в момент допроса Анзора Тарба. Всю переписку восстановить невозможно, потому что депутат несколько раз менял телефоны за это время и не помнит, на какой именно и с какого номера пришло это аудиосообщение. Исходя из ходатайства Джинджоля, следует, что в материалах уголовного дела имеется лишь протокол осмотра предметов документов от 5 мая, который никак не может заменить следственное действие в выемку. Соответственно, проследить, каким процессуальным путем следователь Амичба получил аудиофайл, невозможно так же, как и убедиться в его подлинности. Гособвинитель Эльвия Хазириша зачитала возражения на ходатайство стороны защиты, назвав доводы несоответствующими действительности и несостоятельными. В части, касающейся аудиозаписи, Хазириша отметила следующее. Так как на телефон Аиды Тарба аудиозапись переслал депутат Астамур Тарба, делать протокол выемки не было необходимости, ввиду того, что изымался не телефон, а только аудиофайл, что можно было сделать в рамках осмотра предметов. Суд удалился в совещательную комнату и через час заявил о частичном удовлетворении ходатайства защиты, исключив из перечня представленных доказательств только аудиозапись и все следственные действия с ней связанные. Это решение было принято в связи с тем, что органам предварительного расследования были нарушены нормы Уголовно-процессуального кодекса при изъятии аудиозаписи, а также органами предварительного расследования не была проведена проверка данной аудиозаписи на предмет монтажа и не установлен первоисточник. Это решение суда было встречено недовольством у потерпевшей стороны, из-за чего суд делал замечание в связи с нарушением порядка в зале суда. Во второй части заседания состоялся допрос Эдуарда Овчинникова, на тот момент заместителя начальника управления собственной безопасности МВД. Согласно материалам дела, он занимался внутренней проверкой по факту смерти Анзора Тарба в стенах министерства. Из показаний Овчинникова в зале суда следует, что в круг опрашиваемых им были включены опергруппы и медики скорой помощи с подсудимыми Овчинников не общался. Что именно случилось с Анзором Тарба, внутренняя проверка не выяснила, кто причастен к этому тоже. Следующее заседание суда назначено на среду, 21 октября. На нем будут допрошены подсудимые. Смягчена мера пресечения обвиняемому в причастности к похищению Мирцхулава. 16 октября Сухумский городской суд под председательством судьи Миланы Джинджоли отказал генпрокуратуре в продлении срока содержания под стражей Нукзара Папава до 12 месяцев, сообщает сайт Сухумского суда. Предварительным следствием Нукзар Папава обвиняется в причастности к похищению Амара Мирцхулава, имевшего место 17 апреля 2019 в селе Гумиста Сухумского района. Папава по настоящему делу задерживался 6 июля 2019 года. Однако спустя более двух месяцев уголовное преследование в отношении него было прекращено за непричастностью. 24 января 2020 генпрокурором решение о прекращении уголовного преследования в отношении Нукзара Папава было отменено ввиду его незаконности и последний вновь был задержан. Органом предварительного расследования срок содержания под стражей Папава продлевался неоднократно. Судебным управлением Генеральной прокуратуры Республики в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда внесено кассационное представление на приговор Ткуарчалского районного суда 3 сентября 2020 года в отношении Микваби Рамина, Микваби Аслана, Сар-Оглы Айнара и Гогу Амизана, которые обвинялись органом предварительного расследования в совершении разбойного нападения на сотрудников центральной больницы города Ткуарчал, перевозивших денежные средства для выдачи заработной платы сотрудникам Ткуарчалской больницы в декабре 2018 года. Основанием обжалования судебного решения со стороны прокуратуры явилась несправедливость приговора в отношении Микваби Рамина судом назначено наказание ниже установленного законом предела наказания в виде 5 лет. Необоснованное оправдание Сар-Оглы Айнара по разбойному нападению, применение срочки, исполнение приговора в отношении Гогу Амизана, а также многочисленные существенные нарушения уголовного процессуального закона, допущенные судом при рассмотрении дела по существу. Названные в данном сообщении лица считаются невиновными до вступления в законную силу обвинительного приговора. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры. Форум Народного Единства приветствует создание новой платформы «Абхазское народное движение», поддерживает заявленные шаги по активизации взаимодействия партии и общественных организаций республики и присоединяется к данному союзу, говорится в заявлении партии. Форум Народного Единства считает, что «прогресс в развитии жизненно важных сфер государства возможен при одном главном условии – обеспечении глубоких управленческих реформ, социально-экономических преобразований, ужесточении антикоррупционного законодательства и выражает надежду, что «Абхазское народное движение» ставит во главу угла всех своих намерений широкое и открытое сотрудничество со всеми здоровыми силами общества». Конец цитаты. Об этом говорится в заявлении Республиканской политической партии Форум Народного Единства Абхазии. По инициативе секретаря Общественной Палаты Абхазии Гули Кичба создана экспертная комиссия по реформе энергетической системы Абхазии. В ее работе примут участие члены Общественной Палаты Республики, эксперты энергетической отрасли, а также сотрудники РУП «Черноморэнерго». По словам Кичба, основным направлением работы станет разработка концепции реформы энергетической системы Республики Абхазия, которая затем будет передана депутатам парламента. Экспорт фруктов и ореха превысил показатели 2019 года. В этом году, по данным Государственного таможенного комитета, экспорт фруктов за сентябрь-октябрь в Абхазии хороший. Урожай хурмы, фейхуа, мандарины и орехов фундука на очень существенном уровне. В его объективе «История страны». Советский и российский фотограф Сергей Лидов вступил в Союз журналистов Абхазии. Член Международного союза художников, член Союза журналистов СССР с 1970 года, президент Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России, член Московского союза художников Сергей Лидов, фотограф с более чем 50-летним стажем и большой друг Абхазии. Его авторству принадлежит множество известных в республике фотографий и портретов первых лиц, включая уникальные съемки дома у Владислава Арцинба. Тему продолжит Надежда Боровикова. Сергей Лидов родился в 1945 году в Казахской ССР. Поступил в Университет нефти и газа имени Губкина, но уже в 19 лет понял, что его призвание – это фотография. Талантливого парня взяли на работу в журнал «Советский Союз». Это уникальное издание, выходившее на 19 языках в 120 странах мира. Несколько лет спустя Сергей Лидов впервые провел отпуск в Доме отдыха издательства «Правда» в Питсунде и с тех пор влюбился в Абхазию. Мы всегда в осенний период, в бархатный сезон, с супругой, у нас был номер, там, 102, что ли, полулюкс. Всегда на месяц приезжали в Питсунду отдыхать. Вот, там я познакомился с начальником милиции Питсунды. Вот, Терриел Владимирович Парула. Он, у меня был приятель, Женя Баранов, тоже из МВД. И вот он нас познакомил. И мы подружились, и уже часто ездили. Я любил играть в нарды. Я и сейчас хорошо играю в нарды. Партнеров мне очень трудно найти достойного партнера. После войны Сергей Лидов продолжал ездить в Абхазию, снимал официальные встречи, возложения, портреты обычных людей. Однажды фотограф познакомился с Русланом Хашик, который в те годы работал пресс-секретарем президента. Он и представил Сергея Лидова Владиславу Арденба. Заслуга Руслана. Он, видно, мы как-то друг другу понравились, друг другу. И он рассказал про меня Владиславу Григорьевичу. И Володя Попов меня повез в Эльшеры первый раз, где вот эти знаменитые кадры. Там в пшенице он сидит, потом косит, вот эти самые такие киви собирает. Он выращивал киви. И вот там мы как-то вот понравились друг другу. Может быть, в силу возраста. Он 45-го, я 45-го. И для меня тоже было неожиданно. Он меня пригласил домой на обед. После обеда Сергей Лидов снимал первого президента в домашней расслабленной обстановке, в кругу семьи. И даже уговорил Владислава надеть абхазский костюм, который ему пошили совсем недавно. В память о той встрече остались хорошие фотографии и две необычные бутылки водки. Он мне подарил ящик, как раз только завод стал работать, ящик вина абхазского. И у него стояли две бутылки водки. Одна называлась Шуарнадзе, другая Башидзе. Говорит, я их пить не буду. И мне подарил их, как сувениры. Я говорю, я тоже их пить не буду. И они у меня до сих пор стоят, неопробованные. Но это так приятно, такая память. С тех пор Сергей Лидов снял множество фотографий в Абхазии. Он снимал торжественные мероприятия, визиты первых лиц, праздники, возложения. Везде пытливый глаз фотографа искал уникальные кадры. И есть в архивах Сергея Лидова немало историй о настоящей журналистской удаче. Когда я был на Афоне, отец Виссарион там собрал священников. Какие-то такие меркантильные дела, там связанные с письмами, там еще с какими-то бумагами. Я не знаю для чего. И они все, я посчитал, их 13 человек. И они сидели, просто вот как я сфотографировал это. Причем я ничего не пересаживал, никого. И получилось... Да, единственное, что я изменил, немножко стол, на котором эти были бумаги, я их убрал, эти бумаги. И получилось тайное вечерие. Когда посол Григорьев увидел это, он просто крякал. Я ему подарил эту фотографию. Вот это удача. Спустя 55 лет профессиональной деятельности Сергей Лидов и сейчас не расстается с фотоаппаратом. Пока настраивалась камера, он снимал оператора и корреспондента. Пожалуй, портрет – один из любимых жанров фотографа. Причем портрет обычного человека. Я люблю снимать простых людей на рынке. У меня есть там любимица, одна бабушка, которой я сделал портрет. И когда я делал выставку на Кубе, у меня рядом с Владимиром Владимировичем висела бабушка моя. Потом у меня есть очень хороший портрет матери погибшего. Я люблю простых людей снимать. Снимаю, дарю им фотографии. Я еду в автобусе, снимаю водителя. Пью кофе, снимаю. Здесь на Прихаловке я снимал Матвиенко. Я всех снимал, всех руководителей. И Лужкова, и Лаврова. И здесь, на Прихаловке, я сделал портрет Матвиенко, который ей подарил на этот Новый год. В этом году, 27 сентября, Сергею Лидову исполнилось 75 лет. И во время своего отпуска в Абхазии он принял решение вступить в Союз журналистов Республики. Вы в истории абхазской журналистики оставили очень такой богатый материал. И вот начиная с 2000-х годов по сегодняшний день, вот все те кадры, которые вы создали в условиях Абхазии, как вы сейчас только что сказали, это и простые люди, это и политики, это наши военные, это наши российские миротворцы, которые в очень сложное для Абхазии время несли здесь службу, берегали мир. И я знаю, что вы с ними очень плотно работали, у вас есть очень богатые архивы, очень интересные планы, проекты по увековечиванию памяти тех героев, которые защищали рубежи Абхазии. В свои 75 лет Сергей Лидов и не думает уходить на пенсию. За плечами 41 километр от снятой фотопленки. Впереди уже готовый к публикации фотоальбом по итогам 30 лет работы в Абхазии и планы по созданию большого абхазского этнографического альбома. У меня собран альбом. Альбом, он такой, знаете, там все есть, и миротворцы, такой весь сборная такая по Абхазии началась за 25 лет работы. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы этот альбом увидел свет. Может быть, в начале в цифровой версии, потом в бумажной, потому что это стоит средств больших. А вообще у меня есть задумка сделать этнографический такой альбом, где будет просто простой человек, традиции абхазские, кухни обязательно, потому что люди любят вкусно поесть, а в Абхазии есть что поесть. Вот. И сделать, и, конечно, религия. В Москве в честь 75-летия фотографа запланировано большое мероприятие в Центральном выставочном зале и выход юбилейного альбома. Надежда Боровикова, Раму Камки, Абаза-ТВ. Сегодня исполнилось 104 года известному абхазскому историку, этнографу и литературоведу Шалве Денисовичу Иналепа. Размышления ученого об ответственности, власти, интеллигенции, высказанные 25 лет тому назад, актуальны и по сей день. Передачу «Время и мысли» из архива Абаза-ТВ с участием Шалвы Иналы посмотрите после выпуска новостей. Спортивные вести. Рыжий жеребец Скайлорд стал победителем престижной скачки на Краснодарском подроме. Владелец Аслан Камлия, скакун, представлявший Республику Абхазия, выиграл приз императрицы Екатерины II в классической дистанции 2400 метров. Общий призовой фонд заезда составил 4 миллиона 900 тысяч рублей. 17-летний опорный полузащитник Айнар Эшба будет играть за футбольный клуб «Лангрео», который выступает в третьем дивизионе чемпионата Испании. Об этом футболист рассказал в эфире «Радио Спутник» в программе «Дополнительное время». «Буду играть там до 19 лет. Потом, если получится, поднимусь в первую команду», — сказал Айнар Эшба. Сейчас Айнар перешел в 12 класс школы. В Испании это подготовительный класс к университету. «В Испании важно, чтобы игрок был умным. Если ты, например, не будешь сдавать экзамены, в школах тебя не будут допускать к тренировкам и играм. Интеллект очень важен для футболистов в Испании», — сказал Айнар. Внимание! Черномор Энерго сообщает. В среду, 21 октября, с 11.30 до 17.00 западная часть Гагарского района останется без подачи электроэнергии. Об этом говорится в сообщении на странице РУП в Фейсбуке. Черномор Энерго сообщает также и о том, что в Галском районе с 11.00 до 16.00 будет отключена подстанция «Переброска» в связи с ремонтно-профилактическими работами. Сейчас о погоде. Как сообщают синоптики, в среду, 21 октября, в республике переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 16, днем до 19 градусов, температура морской воды до 22 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте abaza.tv. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова